Восставший из мёртвых Воронежец, объявленный умершим 12 лет назад, ожил. Ночной пожар в советском районе. Огонь практически уничтожил трёхкомнатную квартиру и перекинулся к соседям. Двое погибли, трое в больнице. Крупная авария на улицах Льзунова. Дружба народов, история нации. В нашем городе состоялся финал фестиваля Воронеж на национальной. Здравствуйте, это прямой эфир новостей на телеканале РНТВ Воронеж. С вами Тамара Чернова. Настоящее чудо произошло с одним из воронежцев. Мужчина, пропавший в начале 90-х и признанный в 2002 году советским судом мёртвым, нашёлся в Литве. В увлекательной истории воскрешения разбирался Михаил Сошин. Житель Воронежа пропал в далёком 92-м году. Как рассказывали родственники, он уехал в Литовскую республику. А спустя некоторое время связь с ним прервалась. Близкие пытались его найти, но поиски не увенчались успехом. Отец пропавшего, потеряв всякую надежду отыскать молодого человека, обратился в суд, чтобы сына признали погибшим, что и было сделано. Однако спустя 22 года выяснилось, что объявленным умершим мужчина до сих пор живёт и здравствует в Литве. В сентябре 2014 года обратился в управление миграции главного комиссариата Вильнюсского уезда с ходатайством о получении вида нажительства. Вместе с тем, как было установлено данный гражданин, объявленный умершим, в связи с чем не было возможности получить вид нажительства. В связи с чем он обратился с настоящим заявлением в Советский районный суд. Воронежский суд рассмотрел дело и отменил своё же решение о признании пропавшего погибшим. По словам сотрудников прокуратуры, бывший житель Воронежа не стал объяснять, почему решил прекратить общение с родными. Михаил Сошин, Алексей Савенков, РНТВ Воронеж. Бывшего заместителя руководителя Воронежского госавтодорнадзора Максима Логачёва признали виновным во взяточничестве. Он проходил свидетелем по резонансному уголовному делу о коррупции и организации преступного сообщества, куда, предположительно, входил и сам руководитель ведомства Жозеф Еркнапишан. Однако позже Максим Логачёв из свидетеля превратился в подозреваемого, а затем и в осуждённого. Приговор вынес Ленинский райсуд. Об этом факте коррупции стало известно в ходе расследования громкого уголовного дела, в котором один из подозреваемых – руководитель Воронежского госавтодорнадзора Жозеф Еркнапишан. Следователи установили, что его заместитель Максим Логачёв 1 октября 2014 года получил деньги от компании по перевозке грузов. Грузоперевозчику, увлечённому в нарушение, грозил крупный штраф – около 200 тысяч рублей. Логачёв сделал нарушителю более выгодное предложение, и тот согласился. Представитель передал денежные средства в качестве размера 25 тысяч рублей, которые в последующем были переданы государственным инспектором, заместителю начальника управления Государственного дорожного надзора. А в результате административные материалы были составлены в отношении водителей указанной организации, а сама организация административного ответственности привлечена не была. И в ходе следствия и на суде Максим Логачёв признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Ленинский райсуд назначил экс-чиновнику наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года и штраф 500 тысяч рублей. Тем временем расследование в отношении преступной группировки, собиравшей на воронежских трассах дань с грузоперевозчиков, продолжается. Владимир Смехнов, Алексей Савинков, РНТВ, Воронеж. Ночной кошмар на героев сибиряков. Жители дома 49 накануне полночью провели на улице. В половину первого их разбудил пожар в квартире на верхнем этаже. Там проживает пенсионерка с двумя взрослыми сыновьями. Люди были в этот момент дома, но от масштабного бедствия это не уберегло. Причем досталось и соседям. Подробности у Юлии Родионовой. Пожар в квартире номер 18 сегодня ночью всполошил всех жителей этого дома. Было эвакуировано 10 человек. Сами жильцы в принципе даже не удивлены случившимся. Ведь за квартирой в доме уже давно и прочно закреплено название проблемной. Почему вы не позвонили? Вот мы выползали отсюда. У нас дым. Вы представляете, что сих пор охаркивает. Что вы творите? Елена Александровна хозяйка злополучной квартиры спала в зале, когда из соседней комнаты вдруг потянула дымом. А вот дым. Показался дым. Причем он вот тут показался, в этой комнате, где никто не спал. Представляете? Ну хоть бы окурок или спички. Вот мальчик. Мой сын или его, это самое, угловой или я. Пенсионерка искренне не понимает, как могла загореться безлюдная комната. На сыновей грешить не хочет. Об их делах 70-летняя женщина вообще мало что знает. О самих братьев, похоже, даже такое ЧП мало волнует. После пожара 39-летний Юрий куда-то ушел. А младший Александр закрылся в уцелевшей комнате. Стой и ты рвешься. Не фото я не вижу. Ну и что? Ну скажи, как нас поджог все. Сосед допрашивает Александра неспроста. По словам мужчины, парень до этого проговорился. Мол, это он бросил окурок. Так это или иначе, но в итоге выгорело две комнаты и прихожая. Досталось и соседям. Анжела Арсенадзе эту ночь запомнит надолго. Убегали из дома в чем были, босиком и в ночных рубашках. Я хотела с балкона, правда, прыгать, честно вам скажу. Я вышла на балкон, открыла дверь, чтобы глотнуть воздух, потому что квартира моментально наполнилась вот этим дымом горьем. Я глотнула, ну глубокие гладки сделала, чтобы ребенка вывезти оттуда. Я глотнула, бежала в комнату и просто его схватила, бегом. И вот так мы вывались отсюда. Я буквально, я не знаю, мне кажется. Вот у меня такое состояние было, вот что сейчас все, смерть вот пришла. Самим спасись удалось, а вот имущество серьезно пострадало. О недавнем ремонте можно забыть. Новая дверь, натяжной потолок сгорели, обои придется менять. Мне кажется, опыт сильнее всего. Вот видите, вот все. Окно, все, вот оно, черное все. Анжела возмущается, почему соседи не известили их о пожаре. И тут же делает оговорку. На крики пенсионерки люди могли и не среагировать. Жильцы уже привыкли к неспокойному семейству. Ее сыновья выгнали из дома. Она ходит вот так вот по магазинам, везде шатается с котомками, смотрит, про себя разговаривает. Но самое главное, то, что я хочу сказать, в советские времена таких людей лечили. Сейчас на них наплевать просто. Соседи этажом ниже тоже пострадали. Квартиры залиты водой. А проснулись люди от запаха дыма и сильного треска. Мы стояли, ждали на улице, пока потушат. Потом пришли и начали собирать воду, потому что было здесь по колено. По колено воды было. И текло все вот с потолков, со всех розеток, со всех люстр. До сих пор это все течет. Ну что сказать, это проблемная квартира над нами. И неоднократно это было. И что с ними делать, кто его знает. Сейчас на нескольких этажах в доме нет свет и отопление. Коммуникации предстоит восстановить. На пожарном надо выяснить причину возгорания. Сейчас на месте работает познание. Одно из версий, которое мы рассматриваем в этом пожаре, это короткое вымывание этой помощи. Шаха и не включают в версии. Ну а сами жильцы в очередной раз ждут в гости участкового. По их словам, он хорошо знает неблагополучное семейство. Люди ждут хоть какой-то помощи со стороны полиции. Юлия Родионова, Алексей Савинков, РЕН-ТВ, Воронеж. Мы продолжаем эфир. И прямо сейчас рубрика «Здоровье». Одно из самых распространенных урологических заболеваний – это варикоцелия. Встречается у третьих молодых мужчин. Само по себе варикозное расширение вен яичка не представляет большую проблему и зачастую становится случайной находкой при медицинском осмотре. Однако угрозу представляет главное осложнение этого заболевания – мужское бесплодие. Болезнь развивается из-за сбоя в работе венозных клапанов. В результате кровь застаивается, вены расширяются. Это вызывает перегревание яичка и в конечном итоге гибель сперматозоидов. Как правило, данные заболевания встречаются в подростковом пубертатном возрасте. Это дети 12, 13, 15 лет. Варикоцелия бывает нескольких степеней – 1, 2, 3. Появление варикоцелия третьей степени при наличии у ребенка жалоб, таких как болевой синдром, беспокойство, показано обязательно оперативное вмешательство. Варикоцелия лечится оперативно. Операция занимает по длительности 10-15 минут. Проводится под общим обезболиванием, делается небольшой доступ в левой подвздошной области, перевязываются вены, либо вены и артерии, зависит от выбора хирурга, оперативного вмешательства. И рано ушивается. Швы снимаются 7-8 суток, и дети, в принципе, переносят операцию довольно-таки неплохо. Известно, что в период внутриутробного развития мальчика яички расположены не в мошонке, а неподалеку от почек. К моменту рождения они опускаются вниз. Иногда одно или оба яичка задерживаются на этом пути и вовремя не оказываются в мошонке. Такое состояние называется крипторхизм. Чаще оно выявляется у недоношенных малышей. Как правило, на первом году жизни яички самостоятельно занимают положенное место. Однако, если этого не произошло к 9 или 12 месяцам, необходима операция, которая позволит избежать таких серьезных осложнений, как бесплодие и рак яичка. Дети с крипторхизмом после родов наблюдаются уроком каждые 3 месяца до года и также наблюдаются докринологом. Если к году яичка не опустилась, то детей необходимо оперировать в главном порядке также. В случае, если операция откладывается на год и более, к сожалению, к нам приходят пациенты, которые до 15 лет имеют крипторхизм, а в 14 лет, то есть это, как правило, дети из районов или дети, но их родители никуда не обращались, в случае поздней операции страдает репродуктивная способность этих детей в последующем, то есть это может привести к мужскому бесплодию. Очень часто неопытных родителей ставят в тупик такое явление у мальчиков, как фимоз, то есть состояние, при котором головка полового члена не может быть полностью открыта. Это не болезнь, это возрастная особенность физиологии мальчиков. Только у 4% новорожденных малышей крайняя плоть подвижна. Физиологический мозг считается до 3-5 лет, у всех детей по-разному. Все это довольно-таки индивидуально, бывает случаи, когда у пациентов физиологический мозг может быть и в 7-8 лет, бывает случаи, когда и в год, и в два могут быть патологический мозг. Иногда, особенно при несоблюдении элементарных гигиенических правил, может возникать воспаление крайней плоти. Ребенок жалуется на покраснение и боль в этой области, отмечается затруднение мочеиспускания. Это повод обратиться к детскому хирургу или урологу. Категорически запрещено самостоятельно пытаться сдвигать крайнюю плоть. Это может привести к защемлению головки или развитию рубцового фимоза, что потребует неотложной операции. Жуткая авария в Коминтерновском районе. Около половины шестого утра на улицах Лизунова столкнулись Мазда и грузовая «Газель». Без жертв, к сожалению, не обошлось. На мокром асфальте куски пластика, разбитые стекла, слетевшая с кого-то обувь, срезанная крыша от иномарки, от Мазды, которая столкнулась здесь с грузовой «Газелью». Саму легковушку с дороги убрали уже через несколько часов. Но те, кто видел последствия аварии, надолго запомнят страшную картину. Все произошло еще до рассвета на практически пустой дороге. Иномарка с четырьмя пассажирами ехала по Хальзуново в сторону птичьего рынка. За рулем был 29-летний воронежец. По предварительным данным, Палин не справился с управлением. Машина на полном ходу выскочила на встречную полосу, прямо под «Газель» хлебовозку. В его автомобиле, получается, пострадал он, два пассажира, 24 и 30 лет. И также погибли два пассажира автомобиля «Мазда», молодые люди, 24 и 31 года. Водитель автомобиля «Газели» 1987 года, житель Белгородской области, не пострадал. Все утро на месте ДТП работали полицейские. Им предстоит установить обстоятельства происшествия. В том числе, был ли водитель «Мазды» пьян и нарушал ли он скоростной режим. Установленные на этом участке знаки ограничивают разрешенную скорость до 40 км в час. Ольга Зобова, Андрей Куцев, РЕН-ТВ, Воронеж. Жители одного из домов на улице Кривошейна уже третий день вынуждены обходиться без тепла. Причем по каким причинам у них отключили теплооснабжение, никто не объясняет. Так что сколько еще придется мерзнуть людям, неизвестно. Трое суток жители дома номер два по улице Кривошейна мерзнут в своих квартирах. В чем причина, неизвестно. По словам людей, ответов на свои вопросы в управляющей компании они не получили. Туда вообще очень сложно дозвониться, жалуется Александр. Коммунальщики просто не берут трубку. Сейчас уже мы топимся, колориферами сами обогреваемся. Погода сами видите какая. Позвонил в ЖКХ. Там попроще. Там сказали, что только сегодня уже начали жители оставлять заявки. Причинные причины. Они конкретно сказать не могут. Котельная, которая отапливает дом, находится неподалеку. Сейчас тут вырод котлован, работают ремонтники. И жильцы связывают свои беды именно с этими работами. Правда, сами рабочие говорят, что чинят водопровод, и отопление здесь совершенно ни при чем. Что удивительно, ничего конкретного не могут сказать даже на самой котельной. Подходите, там мастер, работают подрядчики, вы там все узнаете. Так мы подходили, а они говорят, мы ничего не с отоплением, мы с горячей водой только. Нет, это вы точно, они вам все точно скажут. Мы операторы, мы даем тепло туда, в дома на трассу напрямую, а там все это распределяется. Уточните все у них. Уточнить информацию так называемых знающих людей тоже не получилось. При виде камеры коммунальщики, которые крутились у котлована, поспешили ретироваться. Так что вопрос подачи тепла в этот дом на Кривошейно остается открытым. Александр Хожайнов, Андрей Цыганков, РНТВ, Воронеж. Воронежские кадеты учатся управлять беспилотами и летательными аппаратами. Кадетский корпус при военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина открыт только в этом году. Как живут и учатся кадеты первого набора, поинтересовался губернатор Алексей Гордеев. Ходит за счет, они сдавали непосредственно практическое задание. Облететь дерево, провести 8-го в округе, и они с удовольствием делали. Хабсан, так называют этот маленький квадрокоптер, который под управлением кадетов запросто совершает воздушные маневры даже в рамках обычного учебного класса. Своё знакомство с беспилотниками ребята начинают именно с этой модели. Потом уже игрушки посерьезнее. К занятиям с настоящими беспилотными летательными аппаратами ребята смогут перейти, когда полностью освоят тренировочные модели. И, судя по успехам, случится это уже довольно скоро. Мы довольны. И, насколько я знаю, ребята тоже очень довольны. Я с ними совсем недавно встречался, дней 10 назад. Они вообще уже не мыслят себя без кадетской школы. И многие из них уже 100% решили для себя, что они будут однозначно курсантами нашей военно-воздушной академии. В кадетском корпусе при военном вузе сейчас обучаются 29 воспитанников. Они поступили сюда после девятого класса. И в этих стенах им предстоит провести два года. Это, конечно, уникальное учреждение общего образования. Таких в стране создано три. Геннадий Васильевич подсказал при содействии Министерства обороны. Можно сказать, что это такой целевой набор и подготовка ребят, которые хотят стать военными. Помимо стандартной школьной программы, ребята изучают механику, электронику и наноэлектронику. Занимаются оптическими исследованиями и термодинамикой. Губернатор сегодня убедился, что для всего этого у воронежских кадетов есть современная база. Есть еще специализированный контент. То есть разобрать можно самолет. Мы все равно и поворачиваются. Да, давайте сейчас это вам покажем. Для учащихся кадетского корпуса построили отдельное здание. Здесь они и учатся, и живут весь учебный год. В каждом блоке по три двухместных комнаты. Домой ребят отпускают только на каникулы. Но в таких условиях по военному строгий режим, похоже, уже не пугает. В следующем году в ряды кадетов планируют принять еще 40 ребят. Как заверяют в академии, это будут самые одаренные школьники, имеющие склонность к инженерной мысли. Владимир Смехнов, Сергей Гладков, РНТВ, Воронеж. Ко дню сотрудников органов внутренних дел в Воронеже открыли модернизированный кинологический центр МВД. Площадь нового комплекса около 4000 квадратных метров. И теперь он может с комфортом разместить до 150 собак. То есть четвероногих помощников у полиции будет в три раза больше. В таких условиях четвероногие полицейские могут и профессионально тренироваться, и комфортно отдыхать. Здесь есть собственная ветлечебница, щенятник, зимние и летние вольеры, кухня и даже баня для собак. Майор полиции Владислав Штейнер говорит, что их питомцы все это заслужили своей работой. Сколько раз они спасали жизни людей. В этом году, к примеру, служебные собаки помогли раскрыть 230 преступлений. Обоняние служебной собаки превосходит обоняние человека в тысячи раз. Поэтому она способна отыскивать преступников по их запахам следам, отыскивать взрывчатые вещества, наркотические средства. И, в смысле, все, что имеет запах, может быть обнаружено с помощью рыскных собак. Каждая порода специализируется на чем-то своем. Немецкая овчарка – это универсальная порода. Ее можно использовать для караульной службы, для розыска и даже в качестве поводыря. А в лабрадоре ценят его уравновешенность и супернюх. Такие собаки успешно ищут наркотики и взрывчатку. Лабрадору Элвису 6 лет. Он очень игривый и добродушный пес. И при этом отлично справляется с возложенными на него обязанностями. Она по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В данном автомобиле находился имитатор взрывчатого вещества, тротил, который собака обследовала, обнаружила и обозначила сигнал и ползает. А вот молодая трехгадавалая овчарка Линда, хоть и тоже не прочь побегать и порезвиться на дрессировочной площадке, уже довольно серьезно надрессирована на задержание преступников. К сожалению, и среди четвероногих полицейских бывают потери. Один из таких служебных псов в Гарсон в 2003 году в Чечне во время поимки террориста ценой своей жизни спас пятерых человек. В кинологическом центре в его честь установили мемориальную доску. 13 народов на одной сцене. В Воронеже состоялся финал областного фестиваля национальных культур. Он стал одним из завершающих аккордов программы «Воронеж. Культурная столица СНГ». В Воронежском концертном зале развернулась выставка, а затем прошел галконцерт, где участниками и гостями стали представители разных народов, проживающих в нашей области. Самобытная красота повсюду. Танцы под перисток барабанов переплетаются с песнями и частушками. Выставка предметов, связанных с бытом национальности, переросла в яркую демонстрацию культуры народов. На национальном грузинском духовом инструменте под названием «Саламури» играет 13-летняя Ирина. Родилась и живет в Воронеже. В роду грузин не припомнит. Но это не мешает ей любить традиции чужой страны. Мне нравится очень культура Грузии. Я еще занимаюсь танцами, помимо музыки, тоже грузинскими. Танцую достаточно много. Мне нравится. Нурлан – представитель киргизской общины. Но долгие годы живет в Воронеже. Сегодня рассказывает воронежцам о культуре своей родной страны. Картина из натуральной кожи сделана. Ручная работа есть. Народные шапочки наши. Халпак называется. Одеяние наше. Называется Чапан. А на сцене уже в самом разгаре концертная программа. 13 национальностей, более 300 талантливых участников показывают все, на что способны и чем богата. Многонациональная культура. Были исконно русские номера и немало выступлений, посвященных городу, который объединил всех этих людей. Ансамбль из Нижнедивицка поет про Воронеж песню, написанную рязанским композитором Новиковым. Чтобы попасть в финал этого фестиваля, артисты прошли за анальный отбор. Теперь демонстрируют неизменность дружбы народов. У нас, например, в Нижнедивицком районе проживают и сербы, и молдаване, и цыгане, и армяне, конечно же. Мы сами знакомимся с людьми на таких мероприятиях. Они видят нашу традицию. Мы изучаем их обряды, их костюмы, их репертуар. Фестиваль «Воронеж. Многонациональный» проходит в нашей области уже пятый год подряд. За это время он стал доброй традицией, которая способствует взаимопониманию разных народов. Тем более, что в нашей области их проживает более ста. Алена Сысоева, Алексей Савинков, РЕН-ТВ, Воронеж. И прямо сейчас прогноз погоды. Я говорю вам до свидания. Берегите себя.